Ржавчина и черные пятна на олимпийских медалях. Бронзовые и серебряные награды с игр в Рио-де-Жанейро нуждаются в замене. В бразильском оргкомитете заявили, что олимпийцы уже вернули более 130 медалей. Монетный двор, выпустивший награды, сейчас их восстанавливает. Организаторы уверяют, что причина – ненадлежащее хранение медалей и разница в температуре. Подвал, в котором куются украинские медали. Призеры Паралимпиады, в том же Рио-де-Жанейро, наша сборная по стрельбе тренируется в ужасных условиях. Почему тренеры вынуждены буквально носить чемпионов на руках и кто поможет спортсменам, выяснял Андрей Анастасов. Сенсационное выступление в Рио-де-Жанейро осенью прошлого года. Паралимпийская сборная Украины – третья в общем зачете. Впереди лишь китайцы и англичане. Украинский флаг в Рио поднимают 117 раз, в том числе благодаря стрелкам. Василий Ковальчук завоевывает золотую медаль, его жена Ольга Ковальчук – серебряную, Алексей Денисюк – бронзовую. А это уже Одесса, спорткомплекс Политехнического университета. Именно здесь куются эти медали, в подвальном помещении. Многие паралимпийцы на колясках спуститься в тир по узкой лестнице и подняться наверх самостоятельно не могут. На руках их носят тренеры. И так шесть раз в неделю. У Ольги Ковальчук, серебряного призера Паралимпиады, перелом позвоночника. Говорит, из-за постоянных деформаций при таком спуске испытывает боли. Впрочем, лестница – не единственная проблема, говорят тренеры. Тир в подвале уже сам по себе не соответствует стандартам подготовки стрелков. Так, упражнения с мелкокалиберным оружием нужно отрабатывать на открытом воздухе, как это принято во всем мире. Надо учитывать силу ветра, освещенность может меняться. Надо получить навык работать в таких условиях. Ну, знаете как, через терник звездам. Местные чиновники признают условия, в которых тренируются паралимпийцы, просто оскорбительны. Уже полтора года на всех уровнях заявляют о проблеме, но получают ответ. Нет, ни свободных помещений, ни земли для строительства спортзала нет. Рассматривали и вопрос оборудования пандуса. Здесь технически невозможно. Здесь такой уклон лестницы, что этот пандус сделать просто невозможно. Это будет еще более опасно. По последней информации, одесские власти пообещали паралимпийцам-стрелкам учесть их пожелания при строительстве нового спорткомплекса. На это уйдет несколько лет. Впрочем, там уже и до паралимпиады 2020 недалеко. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности телеканал Интер Одесса. Продолжение следует...